Суть вот здесь, в сгибе локтя. Нанося удар, не бейте и не рубите, а режьте, как бы пилите, отдергивайте шашку назад. Понимаете? Да чего уж, ясно. Тем более казаку с реальной математической подготовкой плоскость шашки располагается наклонно к плоскости удара. От этого угол острее. Вот в таком, извините, разрезе и раздраконили дядюшку. Собирали же по частям во дворе и на улице совком да метелкою. Сложили в мешок, говорит тетушка, завязали веревочкой. Гроб не хотел закрываться. Надавили, задраили. Живая вода. Это, друзья мои, в сказках. А по церковной традиции расчлененное тело не срастается даже на том свете. И бедный наш дядюшка, реалист без диплома, свалился, значит, как куль предсветлые реалистические очи Дмитрия Ивановича Менделеева. Следующая переходящая дата – тот зимний январско-февральский день, когда солнце русской поэзии закатилось. 10 февраля, 29 января не стало Александра Сергеевича Пушкина. О воскрешении классика повествует Набоков. История непростая. Прежде всего, создан мемуарист, некто Сухощоков, даже с инициалами А.Н. Для достоверности нераскрытыми. И замечательной книгой под тривиальным, в целях, опять же, пущего правдоподобия, названием «Очерки прошлого». Отрывок, сочинённый Набоковым, можно бы озаглавить. Пушкинский отблеск. «Говорят, – писал Сухощоков, – что человек, которому отрубили ногу, долго ощущает её, шевеля несуществующими пальцами. Так и Россия ещё долго будет ощущать живое присутствие Пушкина». До сих пор у нас в Курской губернии живёт столетний старик, «Которого помню уже пожилым человеком, придурковатым и недобрым». А Пушкина – нет. Между тем, в течение долгой жизни я часто задумывался, как отнёсся бы он к тому, к этому, ведь мог бы увидеть освобождение крестьян, прочитать Анну Каренину. Вспоминаю, что в юности мне было нечто вроде видения. Этот психологический эпизод сопряжён с лицом, которое назову Че. Будучи в 1936 году за границей Че, совсем юноша, повздорил с отцом, героем, к слову, Отечественной войны, и в компании с какими-то купцами преспокойно отбыл в Бостон, а затем в Техас, где успешно занимался скотоводством. Прошло 20 лет. Нажитое состояние Че проиграл, потом отыгрался, снова всё просадил, вдруг, вдруг заскучал по России и с той же беспечностью вернулся в Европу. Как-то в зимний день, в 1858 году он нагрянул к нам. Глядя на этого заморского щёголя, мы с братом едва удержали смех и тут же воспользовались тем, что он ровно ничего не слыхал о родине. Точно она куда-то провалилась. Че был жаден до всяческих сведений, которыми мы и принялись обильно снабжать его. Причём врали безбожно. На вопрос, например, жив ли Пушкин и что пишет? Я кощунственно отвечал. Как же, как же? На днях тисну новую поэмку. В тот же вечер мы повели нашего гостя в театр. Посмотрите, кто с нами рядом. В полголоса обратился мой братец к Че. Да вот, справа от нас. В соседней ложе сидел старик. Небольшого роста в поношенном фраке, желтовато-смуглый, с растрёпанными пепельными баками и проседью в жидких, взъерошенных волосах. Толстые губы вздрагивали, ноздри раздуты, при иных пассажах подскакивал и стучал от удовольствия по барьеру, сверкая перстнями. Кто же это? Спросил Че. Как? Не узнаёте? Вглядитесь хорошенько. Не узнаю. Тогда мой брат сделал большие глаза и шепнул. Но ведь это Пушкин? Че поглядел. И через минуту заинтересовался чем-то другим. Теперь смешно вспомнить, какое на меня нашло настроение, шалость, как иной раз случается, обернулось не тем боком. И легкомысленно вызванный дух не хотел исчезнуть. По спине я не в силах был оторваться от соседней ложи. Резкие морщины, широкий нос, большие уши. По спине пробегали мурашки. Что, если это и впрямь Пушкин? Пушкин, Пушкин, в 60 лет Пушкин, пощаженный пулей рокового хлыща, Пушкин, вступивший в роскошную осень своего гения. Вот это он. Вот это желтая рука, сжимающая маленький дамский бинокль, написала Анчар графа Нулина Египетские ночи. Действие кончилось, грянули рукоплескания, седой Пушкин порывисто встал и все еще улыбаясь со светлым блеском в молодых глазах быстро вышел из ложи. Поздняя сноска. Почему мемуарист Сухощоков? Потому что у Пушкина был знакомый Василий Дмитриевич Сухоруков, казачий сотник, историк войска Донского, издатель. Вечера проводил я с умным и любезным С. Сказано в путешествии в Арзрум. Сходство наших занятий сближало нас. Пушкин использовал статью Сухорукова, приглашал сотрудничать в Современнике, заступался перед третьим отделением. Театральный эпизод. Но ведь это Пушкин опирается на воспоминания графа Сологуба. Однажды отец повел меня в театр. Мы поместились во втором ряду. Перед нами сидел человек с некрасивым, но необычайно выразительным лицом и курчавыми волосами. Он обернулся, дружелюбно кивнул отцу, потом стал слушать пьесу с тем особенным вниманием, с каким слушают только люди сами пишущие. Это Пушкин, шепнул мне отец. я весь обомлел. Вот и Набоков, прочитавший данный отрывок, весь обомлел. Василий Андреевич Жуковский, обращаясь к отцу поэта, выразил чувство от которого мы вот уже полтора века никак не очнёмся. Нашего Пушкина нет. Ещё по привычке продолжаешь искать, ожидать встречи, ещё среди разговоров, как будто отзывается голос, раздаётся живой, ребяческий весёлый смех. И там, где он бывал ежедневно, нет и признаков бедственной утраты. Всё в обыкновенном порядке, всё на своём месте. А Пушкин пропал и навсегда непостижимо. перенесёмся в 20-й век. 1947 год. 15 февраля по указу Верховного Совета запрещены братья с иностранцами. Служил я тогда в Германии. Хорошо служилось. На всём готовом и 800 монет в месяц. Какой-нибудь немец 300-400 заколачивал потолок. Хоть академик, хоть кто. А я лейтенант, 6 классов образования. Жили в военном городке. У нас там клуб, столовая, всё своё. А в буфете работала девушка. Немочка такая молоденькая. Вообще-то себя за русскую ставила. Дескать, войну вывезли и малость по-нашему подзабыла. А всё равно русская Ленка я. Так и звали её Ленхен. И вот собрался я в отпуск на родину. Захожу перед тем в буфет, а Ленка это ко мне. Саша говорит, возьми меня с собой. Куда? Спрашиваю. В Россию. Как же я тебя возьму? А так, я даже не понял, шутят, что ли? Саша, она говорит, ты женись на мне. Я прям сел. Ты же иностранка. Нет, русская. Да откуда? Саша, она говорит. Я русская. Мне просто никто не верит. А ты офицер. Если скажешь, тебе поверят. Ну, помахал ей ручкой. И до свидания. Странная девка, шальная. И чё, правда, в Россию рвётся. А дома жениться хотел. Была девушка на примете. Ай, два, думаю, и женюсь. Приехал, а там свадьба. Девушка моя расписалась. Я, получается, главный гость. Поздравил, одарил молодых и закатился, что называется, в шалман. какие деньги при мне спустил. А в воинском зале перед отправкой часы толкнул под завязку. И вернулся я, как не ездил, холостой. Дождался денежного удовольствия, иду часы покупать. Зашёл в лавочку, а оно как? В двух комнатах живут, в третьей торговля, а здесь и того лучше. Хозяин с хозяйкой оба карлики. Небось одной комнатой обходились. Приглядел какую-то штучку блестящую, справился о цене, гуд, командую, заверните. Выложил денежки, а карлик и не берёт. Жене что-то лопочет. Карлица, так говорит господин офицер, часы, которые вам понравились, не товар, штамповка, подделка, американские. Посмотрите, пожалуйста, эти часы. Они наши, немецкие и не такие красивые, зато на всю жизнь. нашей фирме, карлик сказал, более ста лет. Когда я был маленький, дедушка меня надоумил, чтоб покупатель снова к тебе пришёл. Нет, чтоб внук покупателя к твоему внуку пришёл. Вот как. Ну и забрал немецкие те часы втрое дороже американских. Прихожу в буфет, батюшки, водка московская, белого сроду не завозили, из отпуска прихватишь бутылку другую, а больше ни-ни, отберут на таможне. Ленка, кричу, мечи всё на сто подаёт. Выпили, закусили, на этикетке глядим, берлинское производство. Посмеялись. Я часы показал, обмыли, после заспорили. Надул меня карлик или как? Хватит на всю жизнь или не хватит? Ленка хохочет. Карлику, блин, хватило б, а тебе, Саша, не хватит. А что, ребята говорят, давай испытаем. А как? Вообще на прочность в воду опустим на полчаса, да хоть бы на целой. Идут, цок-цок, что копытца по мостику. А, в воду что? В воде всякая дрянь живёт, в пиво опустим. Идут, стрекочут, как миленькие, на радость тем карликом-хозяевом. Эй, Ленка, давай ещё берлинской твоей водку опустим. Тик-так. И в одном глазу сверкают в спирте умытые. А был у нас капитан начхим, Боря. Взял стакан, бутылки какие-то, смешивает. Не устоять где этим часам против нашей проверки. Клади! Слышу, на дно брякнулись, рыбкой лежат, циферки красные подмаргивают, миг, миг, чешуёю переливаются. А мы пока ещё заказали. Новые берлинские бутылочки в ход пошли, ленки налили, а она пить умела, наше-то видела, пьют, но и старалась. Достаем часы, а идут, не идут. Приставил к уху, море гудит, будто раковину морскую слушаешь. Ленка, идут, идут. И вдруг в голове у меня зашумело, время как побежало, девушка та явилась, на которой не женился и не женюсь никогда. И мать покойница, и отец покойный, которых не обниму никогда. Один я на белом свете, немецкие часы сроки мои отбивают. «Эй, кричу, Ленка, ребята, кричу, Боря, кто бутылку в раз одолеет, а после не смалится, тот его!» На другой день проснулся, еле до полудня дотерпел, Ленка в двенадцать открывалась, лечу. Лена спрашивала, «Чей верь?» «Твой, говорит, Саша, твой верь». Очень я удивился, не ожидал от себя. «Саша, она говорит, возьми меня в Россию, я русская, Саша, и все буду делать, пускай хоть в Сибири жить, возьми меня, Саша, ты офицер». Плачет глупая, подавай ей Россию и все тут. Так и не поняла. А меня перевели вскоре, женился на Марь Ивановне, троих ребятишек имею, младшая когда поднялась, на востоке стояли, дал ей часы поиграть, она молоток хвать и лупит. Ленхен, говорю, ее Леной зовут, молотком-то зачем? А там папа чертик сидит, немецкий. Ну, краешек эмали отбила, а повредить ничего не повредила. на тот год в школу пошла. Идут немецкие часы, идут. Продолжение 23 февраля. защитник отечества. Борис Абрамович Слуцкий прожил 67 лет. Инвалид войны, майор и политработник, поэт скончался в армейский праздник 23 февраля 1986 года. Говорят, революция пожирает своих детей. Вот их и кинули в мясорубку первых советских мальчиков. Среди поэтов-фронтовиков и рано погибшие Коган с Майоровым и Кульчицкий и Гудзенко «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем». И ушедшие на наших глазах Левитанский, Самойлов, Винокуров. Советский классик Константин Симонов не считал себя фронтовиком, а только по совести военным корреспондентом. И на вопрос «Отчего прекратились стихи?» вроде бы отвечал «То, что я хотел написать, написал Слуцкий». Еще живы люди, раскрывшие в середине века литературную газету и прочитавшие небольшую статью Ильи Григорьевича Эренбурга, где Слуцкий сопоставлялся осторожно и косвенно с Николаем Алексеевичем Некрасовым. Господи, что тут поднялось? Впрочем, что конкретно, узнаете из трехтомника Слуцкого. уже покинувший нас, Юрий Леонардович Болдырев подробно все излагает и во вступительной статье, и в примечаниях. Я же приведу стихотворение, напечатанное после смерти поэта в журнале «Дружба народов» 1988, номер 11. Не случайно подчеркиваю, именно в «Дружбе народов» ДН, и по тематике, и по особой причине. В стихотворении первой же строчке встретите вы Василия Александровича Смирнова, что в либеральные оттепельные годы редактировал ДН и сочинял, небось, складные статейки под общим титулом «Чувство семьи единой». Стихотворение Слуцкого озаглавлено «Отчество и Отечество». По правилам вроде наоборот, отечество и отчество, но Слуцкий пренебрёг ритмом и поставил отчество на первое место. По отчеству учил Смирнов Василий их распознать возможно без усилий. фамилии сплошные псевдонимы, а имена ни охнуть, ни вздохнуть, и только в отчествах одних хранимы их подоплёка, подлинность и суть. Абрамович. Действительно, со Слуцкими князьями делю фамилию, а Годунов мой тёзка. И ходите к ходуну Бориса Слуцкого не уличить в изъяне, но отчество. Абрамович. Абрам – отец. Абрам Наумович, бедняга. Но он отец, и отчество однако. Я как отечество не выдам, не отдам. Борис Абрамович лукаво ссылается на слуцких князей. Дескать, подобно им происходит с речки Случ из города Слуцка в суверенные ныне Белоруссия. Да где ж те князья? А Слуцкий и Слуцкин известна чья фамилия. Не говоря уж про Слуцкера. Бдительный кадровик мгновенно усекал Яковлевичей, Давыдовичей, Осиповичей, Самойловичей, плюс Григорьевичи, Семёновичи, Михайловичи, Матвеевичи. Мой дядя Моисей Случевский ударял на У, а дворянский отпрыск поэт Константин Случевский на Е. Маленькая ли тут разница или две большие It depends как посмотреть. Среди законов, сметённых февральской эволюцией, был и такой. Нехристи не смели величаться по документам христианскими именами, но Слуцкой родился в 1919 году и был официально записан Борисом, не Борухом и не Бером. Отечество и Отчество. Лермонтов некогда восклицал «Люблю Отчизну я, но странную любовью а Эренбург. Да что ж тут странного? Она одна?» Идея единой Родины укоренилась не сразу. Сперва-то как кричали? У пролетариев нет Отечества. И Александр Исаевич Солженицын похоже оглох от истошных тех воплей. Некий эмигрант, служивший по найму в парижском полпредстве, посольстве, горько сетовал, что им, советские, советским, ближе французские коммунисты, чем он, коренной русак. С годами однако же обнаружилось, что братья по классу даже не свояки. В 37-м, когда судили военных, Виталий Маркович Примаков, комкор, командир корпуса, с подозрительным отчеством, и вот будто бы говорил, отводя, кроме прочего, те самые подозрения. Состав заговора из людей, у которых нет глубоких корней в нашей советской стране, потому что у каждого вторая родина, у каждого персонально семья за границей. У Якира командарм первого ранга командовал Киевским военным округом, родня Бессарабий, упутный комкор военно-атташе в Англии, и у Боревича, командарм первого ранга, командовал белорусским военным округом в Литве. Фельдман, армейский комиссар второго ранга, возглавлял управление по начсоставу, связан с Южной Америкой не меньше, чем с Одессой. Эйдеман, комкор, член совета при наркомате обороны, связан с Прибалтикой не меньше, чем с нашей страной, не имеющие корней, не корневые, не коренной национальности, евреи, литовцы, поляки, эстонцы. Но как поступить с французским генералом Зиновием Алексеевичем Пешковым, старший брат Якова Михайловича Свердлова, еврей по крови, приемный сын Алексея Максимовича Горького, православный. И сомнительно, чтобы Шарль Деголь сильно был озабочен, направляя его послом в Китай. Или Элиас Конетти, лауреат Нобелевской премии по литературе, еврей Сефаров, родившийся в Болгарии, в испаноязычной семье, учившийся в Австрии, переселившийся в Англию, писавший по-немецки. А почему, кстати, по-немецки? Потому разъяснил Конетти, что я не в силах отдать язык Гитлеру. Когда в сороковые, пятидесятые годы разоблачали космополитов, ходила печально веселая байка, будто бы Шолохов допытывается у Эренбурга. Какой, блин, родины? Вы патриот. Я патриот той родины, сказал, будто бы Эренбург, которую предал казак Власов. Хотя Андрей Андреевич Власов не казак, а великорос, семинарист, член партии, генерал-лейтенант, да и с предательством. Не так оно просто. Но байка, согласитесь, занятная. В сборник «День поэзии» полвека тому пробилось стихотворение Слуцкого «Я говорил от имени России». «России» «Стою перед шеренгами неплотными, рассеянными час назад в бою, перед голодными, перед холодными, голодный и холодный». Так стою. «Им хлеб не выдан, им патрон не додана, который день поспать им не дают, но я напоминаю им про родину». молчат, поют и в новый бой идут. «Я этот день, воспоминание это, как справку, собираюсь предъявить за тем, чтобы в новой должности поэта от имени России говорить». «Переместимся». Переместимся опять в XIX позапрошлый век. Бразилия – последняя крупная страна, где отменили рабство. Случилось это в 1888 году, спустя приблизительно четверть века за крестьянской реформой в России. Ну, посмотрите, как часто обращаются там к истории романы, научные исследования, семейная хроника, а фильмы, а телесериалы с фазендами. А всё, наверное, потому, что они в Америке стремятся преодолеть прошлое. А мы в родимой Евразии позабыть. Свобода по старому стилю. 1861 год. 19 февраля с манифестом царя-освободителя пало крепостное право. незапамятное. Нянька рассказывала, что батюшка мой, поехавший раз в гости, проиграл в карты свою коляску четверых лошадей, а с ними кучера форейтера до лакея. Будучи холостым, батюшка поставил на дворовую девку, взятую для забавы, и вернул всё. А забавная эта девка, говорила нянька, и есть я, вашему богатству заступница, с меня парсону писать, да на стенку повесить, за здравие моё богородицу молить. Её так и звали в деревне Барская Богородица. Свобода. Матушка моя скончалась в родовых муках. Батюшка пал, сражаясь с Наполеоном, а кормилица, женщина хитрая, бросила меня в семимесячную, больную, почти умирающую, не имея ни капли жалости. Загоди оговорила доброго своего мужа и устроила так, что беднягу сдали в солдаты. Уверяла и клялась, что век будет Бога молить и служить усердно. Не то плакалась, лишится даже и молока из-за невоздержанного супруга, буяна и пьяницы. И, конечно, ни за что не поставить на ноги несчастную сироту. А как исполнилось по ее наущению, фурия кормилица швырнула меня на палате и, подбоченившись, говорит, муж мой, солдат, стало быть, я вольная и больше вам не слуга. народная песня. По вечерам бабушка угощала нас доморощенными музыкантами и певцами. Помню одну, самую голосистую аксютку. Как нравилось мне, когда, сжиманясь и закатывая глаза, она беспрестанно кивала головою, точно китайский болванчик с особенным чувством. Аксютка вытягивала среди долины ровные, на гладкой высоте. Не дослушав половины, я бывало расплачусь, прямо-таки разревусь и не успокоюсь до тех пор, покуда аксютку сей же секунд не разложат и не возьмут состегать. Так что она запоет уже совсем по-другому, хотя, как и прежде, во все горло будет выть, визжать и вопить, производя без стеснения постыдные звуки. Тогда слезы мои мигом просохнут, начинаю смеяться, хохотать. Бабушка благодушно улыбается, аксютку угощают с барского стола, с притворной суровостью укоряя аккомпанементом. Она шмыгает, благодарно кланяется, запихивая в большущий свой рот чуть ли не полпирога разом, на ходу оборачивается и опять сгибается в три погибели. Ну, ступай уж, ступай, ворчит бабушка и призывает потешить нас скрыпача Фильку. Пра-пра-пра. У Древской Авдотьи Васильевны банный мужик был Иван. Сам не так из себя видный, ни плечами, ни ростом, руки длинные, жилистые, как веревки, и нос такой тощий, долгий, и то вроде набухнет, твердо сделается, то опадет. В баню идти барыня Древская с собою Ивана кличет, а мыли ее девки штук до шести. Вот они барыню намоют, распарят, на лавке разложат, тут она засмеется и Иване своему скажет, что-то, мол, ты совсем у меня и не мужик. Ваня носом потянет, оботрется, да на самую молоденькую и налетит, а та не дается. А барыня Славки кричит, не сметь у меня, не сметь и хохочет. Девка усадца, Ваню до крови рвет, другие девки кипятком их ошпаривают, чтобы, значит, разнять, а сами барыню поворачивают, виднее, чтоб было. Ваня девку заломает, вывернет, развернет, а барыня фи, говорит, фи, животные, и рубль пожалует, а дети банными назывались. до свидания, любознательные зрители перекидного календаря. Всего доброго. Благодарю за внимание. А вот встретимся еще в мартовском хронотопе. Да, да, совсем позабыл. А традиционное маленькое стихотворение при маленьком предисловии. Вот оно тут, сейчас. говорили, что связь Пушкина с дворовой девушкой была прочной и длительной, основанной на взаимном чувстве. она дала поэту душевное равновесие и внутренний покой, благодаря чему появился в частности Борис Годунов. Как мало надо, чтоб стихи писать, поспать, поесть, до солнышка, до дождя, пойти гулять, да, наконец-ка, да, и Оля рядом, старостого дочери. И вот готово. Вот всему конец. И можно прыгать хоть до потолка, кричать «Ай, Пушкин! Ай, да, молодец! и тихо ждать и стука, и звонка». Спасибо.